друзья у нас сегодня в гостях настоящий фрукт но не новогодний от мира пернатых встречайте мандаринку элитную утку эмигрировавшую из китая но обо всем по порядку мандаринка хотя и склоняется в женском роде получила свое название за оперение самцов селезни этих птиц по праву заслуживают звание красавчиков сия утиного рода ведь их брачный наряд блещет всеми цветами радуги от оранжевого до сизофиолетового с отличительными оранжевыми парусами на спине во время брачного сезона их голова украшена зелеными перьями с белыми полосами вокруг глаз и пурпурным капюшоном самки молодые птицы немного скромнее окрашены что помогает им оставаться незаметными среди листвые ветвей они имеют преимущественно коричневатый цвет с белым пятном вокруг глаз кстати название нашего пернатого фрукта никоим образом не относится к новогоднему цитрусу давным-давно мандаринами в поднебесной называли высших императорских чиновников из-за их традиционных одеяний сочетание красочных и контрастных цветов в оперении этих птиц действительно напоминает роскошные яркие наряды в которые одевались мандарины дни свои мандаринка проводит в нехитрых мандаринковых радостях плавает с удовольствием летает уверенно за деревья и скалы цепляется крепко наряд правда редко и за кряканьем не замечено зато освистает любого с непередаваемым птичьим высокомерием питается пернатый новогодний фрукт различными деликатесами моллюсками икрой рыбой иногда разбавляя свой рацион вполне себе мещанскими удовольствиями с лаками водорослями и желудями историческая родина этой утки дальний восток опасная близость этих красоток к азиатам с их любовью к восточной медицине сподвигла мировую общественность действовать на опережение и в наши дни эту утку разводят во всем мире в китае же народе не этих уток птиц почти не осталось однако мандаринки молодцы они эмигрировали из китая и стали селиться в россии и европе сейчас мандаринок порядка 65 тысяч особей около четверти живут в россии вид быстро восполняет свою численность как любое адекватное существо зимой птичка улетает на юга но любовь к родине сильнее здравого смысла поэтому домой мандаринка возвращается рано со звоном капели весну самцы застают во все оружие облачившись свой свадебный наряд мандарины завлекают своих невзрачных мандаринок пуская перья по ветру частенько за одной самочкой ухаживает сразу несколько претендентов на лапку и сердце но выберет дамочка лишь одного единственного так как мандаринки моногамны и вообще за традиционные семейные ценности кстати из-за дефицита лебедей китайцы считают наших героев символом верности китайская поговорка о любящей паре звучит как две мандаринки играющие в воде утками декорируют помещение для китайской свадьбы что символизирует пожелание вечной верности и счастья в браке некоторым молодоженам до сих пор давить непосредственно самих уток чтобы молодежь знала на кого равняться но вернемся к мандариновой любви определившись с единственным неповторимым пернатая парочка обзаводится гнездом в дупле при этом птицы редко гнездятся в одном и том же дупле два года подряд селезень держится рядом с самочкой до откладки последнего яйца после чего оставляет ее и улетает на линьку утка садится на кладку только тогда когда снесет последнее яйцо чтобы утята вылупились одновременно через месяц появляется от 7 до 14 птенцов несмотря на заботу обоих родителей малышня достаточно самостоятельно уже с рождения мандаринки занесены в красную книгу но они слишком няшные чтобы человечество позволило им вот так вот вымереть поэтому сейчас их оберегают всем миром ведь несмотря на свое элитарное происхождение мандаринка отлично приживается в домашних прудиках в качестве декоративной уточки так что пожелаем наши нестандартные красотки благополучия и процветания а мы продолжим беречь природу мать нашу а как вы думаете почему у птиц как правило на ряд самцов намного краше платья самочек пишите в комментариях для тех кто долгое время с нами кто хочет поддержать развитие канала может перейти на платформу бусти патреон по ссылкам в описании там видео будет появляться раньше и без рекламы а возможные видео которых не будет на платформе youtube надеемся что вы цените наш труд спасибо что посмотрели этот ролик не забываем ставить лайки писать комментарии о том какого бы животного вы хотели бы увидеть следующем видео и делиться этим видео с друзьями это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео там много интересного с вами был канал о животных зу мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты любите природу вместе с нами до скорых встреч